Оформление библиографических описаний на мультимедиа-ресурсы. По факту, это небольшая дополнительная часть к нашему предыдущему вебинару, когда мы говорили про электронные ресурсы. И вот такое небольшое дополнение. Небольшая, мы тоже можем сказать, вторая часть вебинара. Потому что на самом деле оформление библиографических описаний и библиографических записей на мультимедиа-ресурсы мало чем отличается от описания на электронных ресурсах. Там есть несколько хитростей. И первая хитрость, она связана с девятой областью. Если мы ресурс можем определить как мультимедиа-ресурс, а не просто электронный ресурс, то в девятой области, если возникает такая необходимость дописывать вид содержания и средства доступа, особенно вид содержания вызывает большие вопросы, то здесь во многих моментах мы можем эту неприятность избежать. Есть такая небольшая хитрость. Но если мы ее применяем, то это однозначно мы говорим о том, что у нас ресурс мультимедийный. Поэтому для нас очень важно научиться их определять. Вот сегодня мы так посмотрим и попробуем их научиться определять и видеть. И про само место мультимедиа, если провести такую классификацию ресурсов, как объекта в составлении библиографической записи, то где у нас находится мультимедиа? Ну вот если упрощенно представить вот так, то по приоритетности цифрового формата у нас ресурсы могут быть либо первичные, либо вторичные. Причем и те, и другие могут быть как локальные, так и сетевые. И локальный доступ, и сетевой доступ, и там, и там может быть. Поэтому основания. По приоритетности цифрового формата либо первичные, либо вторичные. Ну что имеется в виду вторичные? Под вторичными, это немножко переработана вот эта схема классификации, видела в нескольких местах в сети интернет, немножко их переработала-доработала, и в таком упрощенном виде, просто представляю сюда вот на слайд. Под вторичными подразумевается, что это воспроизведение, как было сказано, традиционных форматов, да, традиционных видов. Книга, графика, карты, статьи, ноты, да, то, к чему мы привыкли. Поэтому они называются вторичными. Но при этом они могут быть, существовать как цифровая копия оригинала ресурса на других носителях. Да, вот они, цифровые копии оригиналов. Ну, есть печатная версия, то, чем мы чаще всего сталкиваемся. Кстати, со вторичными мы чаще всего и сталкиваемся. Коллеги, вижу, кто-то пишет, пропала связь. Все ли хорошо у нас со связью? Еще раз на огонечек нажмите, я посмотрю, что у нас все хорошо. Спасибо. Прошу прощения, напишу, потому что если пропадает связь, участник нас не слышит, говорить неудобно. Елена Викторовича, презентацию, коллеги, открою в конце, в конце нашей встречи, поближе к концу, ладно? Так вот, по вторичным ресурсам. Это вот как раз то, с чем мы чаще всего и сталкиваемся. Это цифровая книга, печатная книга, имеющая электронную версию. Статья журнала, который выходит и в цифровой версии, и в электронной. Или оцифрованный архив номеров печатного издания. Вот это подразумевается под вторичные. Но они могут быть еще и созданы в цифровом формате. Что это имеется в виду? Ну, электронная книга, которая выглядит как книга. Ее можно просто открыть, прочитать, полистать страницы в электронном виде. Ну, не более того. То есть обычный формат, к которому мы уже привыкли, с которым мы имеем дело, и которые могут существовать на других носителях. Поэтому, ну, вот таким вот образом. Вот это вот относится к вторичным ресурсам. Ну, это, конечно, все упрощенное и представление, и упрощенные схемы. Но хотя бы так. Ну, не забываем, что у нас все-таки цикл библиографии для небиблиографов. Поэтому очень просто в двух словах и самыми простыми терминами. И вторая часть – это первичные носители. То есть для них цифровой формат является основным и ведущим. Помимо компьютерных программ, цифровых данных, которые без компьютерных программ не обрабатываются, не уводятся. Вот последние два пункта нас как раз здесь и интересуют. Сейчас попробую взять указку. Ага, вот. Интернет-ресурсы – это сайты, порталы. Ну, туда же относят электронные библиотечные системы. Не знаю, наверное, может быть, да. И мультимедийные ресурсы выделены в отдельный пункт. Вот их место для того, чтобы понимать вообще, где они находятся. И все вот это – это и есть электронные ресурсы. Если мы их рассматриваем как объекты составления библиографической записи, библиографического описания. И то, и другое может быть и локального, и сетевого доступа. Так, народ заволновался, как скачать презентацию. Эх, ладно, коллеги, открываю вам презентацию для скачивания. В честь праздника прошедшего и грядущего забирайте. Все, презентацию можно скачать в разделе «Файлы». Давайте я вам напоминалку для тех, кто сюда тоже скину. Вот, вот напоминалка. И давайте пойдем дальше тогда. Все, презентацию уговорили. Даю раньше. Так, и, да, коллеги, кто скачивает презентацию, откройте, пожалуйста, файл где-нибудь чуть попозже, может быть, во время вебинара или в конце, посмотрите, все ли нормально. В прошлый раз у нас были не совсем хорошо, некорректно открывалось, поэтому посмотрите. Если все нормально, ничего не пишите, если будут проблемы, вы мне тогда в конце скажите. Я вам ее, тогда подумаем, как ее передать. Просто не забудьте проверить. Возвращаясь к нашим ресурсам. Вот место мультимедийных, оно где-то вот здесь. И, соответственно, если мы говорим, что вот это все, это электронные ресурсы, и мультимедийные представляют собой отдельную часть, отдельный такой подвид электронных ресурсов, то давайте посмотрим, что нам на этот счет говорит ГОСТ. Он нам говорит следующее. Там есть два определения. Два пункта в разделе, посвященные терминам, касаются электронных ресурсов. Их там на самом деле больше, нас интересуют вот эти два. Пункт 3.3.6. Электронный ресурс. Что это такое? Ресурс в цифровой форме, для использования которого необходимо средство вычислительной техники. Ну и дальше пошла расшифровка. Представляет собой электронные данные, программа, сочетание этих видов в одном ресурсе. То есть фактически все, о чем мы вот здесь говорили, это все относится к электронным ресурсам. Для всего вот этого нам нужно использовать средства вычислительной техники для того, чтобы вывести этот ресурс. И следующий пункт 3.3.7 говорит уже о мультимедийном ресурсе. Это электронный ресурс, вот поэтому мы это определение сначала и вспомнили. Мультимедийный – это электронный ресурс, который содержит информацию различной природы. И в скобочках дается пояснение. Текстовая, графическая, звуковая и другая. Вот хорошо так. И другая. Развитие техники идет. Мало ли, что еще у нас появится, чтобы была возможность сюда дописать. Лариса Муханова сбивает в оформлении полоска. Какая полоска? Вот эта вот зеленая сбивает в оформлении слайда или что? На ней мы пункты ГОСТа иногда записываем. Она нам такую служебную функцию носит. Ага, открывается. Отлично. Спасибо. И мультимедийный ресурс – это электронный ресурс, в котором содержится информация различной природы. То есть если есть сочетание вот этих видов информации, мы можем говорить о мультимедийном ресурсе. Ну, в принципе... Ага, ссылки работают. Отлично. В принципе... Может быть, оно, конечно, и так, но само по себе определение мультимедийного ресурса, оно достаточно такое спорное. Я вот разговаривала с несколькими специалистами, которые специализируются в области мультимедия, мультимедиа-контента, ресурсов. И спорить можно до бесконечности. Например, та же видеозапись. Она содержит и текст, и графику, и звук. Как ее рассматривать? Как мультимедиа-ресурс или просто как электронный ресурс? Ну, как... Писать нам в библиографическом описании, что это мультимедиа, или не писать, что это мультимедиа? Для нас это на самом деле не так уж страшно. В крайнем случае мы сделаем описание как электронного ресурса. Но если мы определяем как мультимедийный ресурс, и это действительно так, да, то там вот эта вот хитрость в девятой области, я вам попозже покажу. Она там как раз-то и всплывает. Ну, чаще всего, насколько я поняла, то взгляд такой, что если видеозапись, например, рассматривается, есть видеоролик, да, то это не электронный ресурс, но не мультимедийный ресурс, если мы только можем его посмотреть, да, там, ну, скачать, включить, выключить, поставить на паузу, это не относится к понятию мультимедиа. Если же есть какая-то интерактивность или используется несколько видов, как говорят, медиа, да, несколько разных ресурсов, то тогда можно говорить о мультимедийности. Ну, это если совсем-совсем упрощено, после нескольких часов глобальных споров мы к этому как бы пришли. И в новом ГОСТе сейчас, коллеги, для тех, кто, может быть, пока еще не в курсе, не был, на прошлом вебинаре я говорил, сейчас идет обсуждение до 1 марта проекта ГОСТа по составлению библиографических ссылок, новый ГОСТ, касающихся электронных и цифровых изданий и документов. Пока еще это проект, но там уже есть определение дано, может быть, оно еще и будет пересмотрено, вот, отличающийся от ГОСТа 2018 в части мультимедийного документа. Ну, вот само по себе уже идет разногласие, да, ресурс и документ, как бы нам потом в этом тоже не запутаться, я надеюсь, что в ходе обсуждения эти нестыковки будут все-таки убраны. Потому что в одном ГОСТе 2018, мы говорим, заменили слово документ на ресурсы, а здесь у нас опять всплывает слово документ. Ну, это, ладно, бог с ним. Я надеюсь, что это все будет исправлено. Так вот, что говорится в проекте нового ГОСТа, как они рассматривают мультимедиа. Это электронное издание, в котором элементы различной природы основной информации, ну, вот, в принципе, повторяет определение ГОСТа 2018. Электронный ресурс, содержащий информацию различной природы. Воспроизводится взаимосвязанно при помощи соответствующей программной оболочки. То есть это вот это вот указание на взаимосвязь, некую, может быть, интерактивность, на то, что они связаны в единое, потому что ресурсов, может быть, на самом деле задействовано при создании этого мультимедийного пособия, документа, источника. Может быть, несколько, но то, что они воспроизводятся взаимосвязаны, составляют как бы единое целое. Ну, вот это, да, это, наверное, важный момент. Надеюсь, что он у нас и останется в дальнейшем. То есть вот это вот и подразумевается под мультимедиа. Поэтому давайте, чтобы нам сейчас пока не запутаться, что мы под чем будем подразумевать, если у нас просто видеоролик, например, который мы можем посмотреть, он существует как бы сам по себе, да, то вот... или какой-то другой видеоролик. Будет ли это относиться к мультимедиа или нет? Ну, вот давайте посмотрим. Мультимедиа-ресурс, что является, что не является ресурсом. Я вам сейчас покажу два ролика. Вы мне... и то, и другое, это видеозапись. Вы мне скажите, пожалуйста, оба ли они мультимедийные, или они оба не мультимедийные, или где у нас мультимедия, где у нас не мультимедия. Ну, сделаем это просто. В чате у нас будет два ролика, поэтому один, например, если мы считаем, что он мультимедия, пишем один М или один Н, да, не мультимедия. Сам интеллект подает определение взаимосвязи в единой оболочке. Да-да-да, Ольга Варфоломеева подпадает, подпадает, естественно, мультимедия. Но смотрите, какая вещь. Мы говорим с отдельными субтитрами, да-да-да. Смотрите, если мы говорим, вот касательно человека, да, мы говорим о контенте. То есть то, что есть, то, что лежит, вот это подразумевается об объекте библиографического описания, да, о том, что уже существует, а не о том, что будет какая-то передача, она будет интерактивна. Вот когда сделают запись этой передачи, вот тогда мы будем составлять на нее библиографическое описание, то есть должен быть какой-то источник, да, где-то этот контент должен существовать. То есть мы говорим только о контенте. Ну, если так с двумя смайликами, то, наверное, да, мультимедийные мы все. Итак, коллеги, два ролика. Покажу только кусочки. Сейчас я включу свой показ экрана и, надеюсь, у нас все хорошо пройдет. Так, ага. Так, ну вот, вот такой у нас ролик про витаминки. Да, ну вот. Не знаю, если идет ли у вас звук должен идти. Здесь есть звук, здесь есть видео, здесь сменяются картинки. Ну, вот такой у нас ролик. А теперь скажите мне, это звука в ролике не было, да? Звук идет. Почему-то не подключается, но звук был. Один. Это мультимедиа или не мультимедиа? А сейчас я вам покажу второй ролик. А сейчас давайте посмотрим второй ролик. Сейчас я его запущу. Тот же самый ролик. Звук здесь тоже идет. В первом и во втором случае звук был. В первом случае звук был. В первом случае звук был. Конечно, я его запущу. И вот вам. Вот вам второй ролик. Вот у нас было два ролика. В первом у нас просто, да, во втором есть интерактивность. Второй – мультимедийный. Да, мультимедийный, мультимедийный. Ага. Кто-то писал про первый ролик, что он у нас мультимедийный. Или вначале был вторичный ресурс. Да, да. Смотрите. Да, Ольга Варфоломеева. Вначале был вторичный ресурс, да. То есть была какая-то презентация, которую записали в виде видеоролика. Значит, смотрите, по поводу определения мультимедиа. Давайте договоримся так, что мы сегодня под мультимедиа подразумеваем не первый ролик. Первый ролик – это была одна видеозапись. Хотя, конечно, да, можно говорить, но там же было изображение, там же был звук, там же была презентация. Но все это было организовано в единый файл. И специалисты по медиаконтенту, они говорят, что первая часть, сам по себе медиа, вот этот файл, видеофайл, видеозаписи, он является электронным ресурсом, видеозаписью, но он не мультимедийный, потому что там только одно медиа есть, один файл, видеофайл. Он обработан, он представляет собой один файл в МПК-4. Вот у них такой подход. А вот второй ролик, смотрите, он точно интерактивный. Он уже интерактивный, он точно будет относиться у нас к мультимедиа ресурсам. Хотя, как посмотрят на это разработчики нового ГОСТа, будут ли они рассматривать и вариант видеозаписи по наличию там презентации, текста, звука, как мультимедиа ресурсы или нет, это уже поживем, увидим. Но пока давайте договоримся, что мы его к мультимедиа относить не будем. К электронным ресурсам – да. Видеозапись – да. Но если мы просто ее можем посмотреть, послушать, естественно, это же неотъемлемая часть видеозаписи, то в большинстве случаев, когда у нас работают микрофонные динамики, то мы его относим к электронным ресурсам, составляем на него запись как на видеозапись, как на электронный ресурс, но к мультимедиам мы его не относим, потому что там одно медиа. А вот второй вариант у нас точно подпадает под определение мультимедийного, потому что там у нас есть интерактивность, появилась интерактивность. Хотя сам по себе вид у нас был один. Я говорю, Ирина, это вопрос достаточно спорный, можно ли видеозаписи отнести к мультимедиа ресурсам, может быть, да. Я просто говорю, одну из точек зрения. Конечно, можно поспорить. И особенности того, что относится к мультимедиа, есть несколько точек зрения и есть несколько сторон, и правы может быть и все. Есть общее представление о том, что вот все, что выложено, то и есть в интернете, то и есть мультимедиа. Есть представление о том, что мультимедиа все-таки обладает рядом особенностей. Например, вот такими. Если у нас есть одно медиа и интерактив, то есть, например, одна видеозапись и есть видеоролик, как файл, и есть интерактив, то это можно отнести уже к разряду мультимедиа. Если есть два и более медиа и интерактив, это тоже сюда же относится. Или, например, более двух медиа присутствует, текст, изображение, звук, тогда будет у нас тоже... Ну, интерактива нет, это тоже можно отнести к мультимедиа ресурсам. Поэтому, да, Ирина, здесь вопрос такой достаточно спорный, поэтому мы берем только одну мультимедиа. Вот, Евгений, теперь наличие медиа и интерактива к мультимедийным относить уже можно. Если в результате этого интерактива мы, например, переходим к другому медиа. Например, идет у нас видеоролик, мы подводим к изображению глаза человека, у нас открывается другой видеоролик, где дается объяснение строения глаза человека. В принципе, у нас одно и то же, есть интерактив, есть обратная связь, к мультимедиа можно использовать. Управляющие и объединяющие компоненты, да, да, да. Не само по себе, а по отношению к восприятию. Может быть, может быть и так, может быть и так, да. Где нам, для чего нам нужно мультимедийность понимать, да, где нам нужно понимание вот этого ресурса является мультимедиа или не мультимедийным. Смотрите, это связано с упрощением нашего библиографического описания или составлением библиографической записи в части девятого пункта, девятой области. Вид содержания средства доступа. Вот смотрите, то, что у нас появилось, то, что мы можем описать как изображение, текст, устная речь, это вот эти вот средства, вернее, вот эти вот виды содержания, это то, что мы используем при составлении библиографического описания. Хорошо, что это у нас условно-обязательная область, то есть мы можем как ее включать в библиографическое описание, так ее в библиографическое описание не включать, особенно если речь идет о студенческих работах, то там можно обойтись и без этого, да. Поэтому вот эти элементы, они условно, область условно-обязательна, а элемент характеристики, средств, вида содержания, это вообще факультативный элемент, поэтому чаще всего мы его можем опускать, но иногда нам приходится, есть такая необходимость, все-таки их указывать, да, указывать, когда у нас есть основной массив, есть такое правило, если основной массив источников у нас, например, печатное издание, да, и меньшую часть составляют электроны, то тогда мы указываем, там, текст электронный, да, и диалетную область используем. Для печатных, для общего массива это можно избежать. Ну, вот есть такая вещь. Значит, нам их придется для электронных ресурсов все-таки тогда указывать, если мы используем в своих списках источников, указываем эти электронные ресурсы. И изображение, текст и устная речь – это чаще всего то, что мы используем для описания вида содержания нашего электронного ресурса, да. И в мультимедийных их будет присутствовать, как правило, минимум два, а чаще всего три, а может быть и более. Ну, вот чаще всего, да, что у нас присутствует изображение, текст и устная речь. И вид, вид по видам содержания и посредством доступа чаще всего это будут электронные. Чаще всего мы эти источники, откуда берем, с компьютера, да, смотрим через компьютер, воспроизводим через компьютер или ноутбук, поэтому можно использовать средства доступа как электронные. Опять же, упрощенный вариант для небиблиографов, для тех же студентов, преподавателей, чтобы нам не запутаться. Есть вот такая примерная табличка. Ну, это примеры, например, да, для вида ресурса, что может быть использовано. Средства доступа и вид содержания. Если печатная книга, журнал и так далее, текст непосредственный. Если это электронная публикация, ну, чаще всего мы его в списках источников не указываем, но если у нас идет электронная публикация журнала или сайта, тогда мы пишем текст электронной, да, книги, текст электронной, аудиокнига у нас будет устная речь, аудио, или электронная, если мы ее слушаем с компьютера, да, смотрим. А вот для мультимедиа есть вот такая хитрая вещь. Чаще всего у нас там что будет? Текст изображения, устная речь. Либо вот эту часть мы можем заменить на разные виды содержания. Если у нас источник мультимедийный, если у нас ресурс, который мы описываем, он мультимедийный. А вот эту вот часть, то, что идет в круглых скобочках, характеристика вида содержания, изображение движущиеся, двухмерное, там еще может быть целый ряд. Мы можем не писать вот этот элемент факультативный. Поэтому если мы говорим о библиографическом описании или библиографической записи для студенческих работ, для ВКР, да, даже может быть иногда и для статей, да, то вот эту вот часть можно опускать, вот эту можно характеристику не указывать. Это факультативный элемент. Поэтому мы можем без него спокойно обойтись. И вот эта вот фишка, она здесь, наверное, главная. Да, и по видам содержания еще одну вещь хорошо бы нам иметь в виду, когда составляемое описание, что термин движение не используется для видеозаписи. Это только для ресурсов, которые, содержание которых выражено графическим обозначением движения. Да, там, процесс перемещения чего-то куда-то. Человека или предметов. Вот часто при записях, там, сценических, графических действий для, там, инструкции может быть по перемещению чего-то куда-то, вот это может использоваться. На ресурсы, содержащие движущееся изображение, не распространяется. На видеозаписи этот термин не распространяется. Для, то же самое, термин звуки. Важно понимать, у нас есть устная речь и у нас есть звуки. Вот термин звуки – это только шум природы, погоды, зверей, птиц и так далее. Они могут воспроизводиться, кстати, и цифровым образом, или человеческим голосом, но это не человеческая речь. Подражание звуку птиц или, как озвучивают дубляж фильма, там, скрип двери, воспроизведение человеческим голосом, но это будут именно звуки. На запись музыки и речи не распространяется. А вот с изображением… Звуки Марса, да. Туда же, туда же. Это звуки. Даже если их воспроизводит голосом Илон Маск. Да, 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 Ольга, шумовые эффекты, записи пения птиц. То есть вот это все сюда, это в звуке. А вот изображение, вот здесь интересно. Во-первых, изображение может быть… Вот этот термин применяется к изображениям, как неподвижным, так и подвижным. Там двухмерные, трехмерные, это все будет попадать под термин изображениям. Различные репродукции, иллюстрации, фотографии, карты, схемы, литографии – это все идет в изображение. И, это прямо записано в бусте, видеозаписи. То есть, смотрите, вот почему у нас тут… Я понимаю вот это вот желание сказать, что видеозапись – это же, вот чего там только нет. Там и текст, там и анимация, там и изображение. Я вам честно скажу, мне тоже очень трудно было принять вот другую точку зрения, хотя именно ее я сейчас до вас пытаюсь донести. Это другое понимание ресурса, другое понимание контента. Что будет принято в «Новом госте» по ссылкам, там, где будет более подробно рассмотрено все электронные документы, честно говоря, пока не знаю. Поэтому, может быть, и вот та точка зрения, которую наши коллеги сегодня так активно защищали в чате, она будет принята, может быть. Но пока, пока этого нет. И есть другое представление о медиа, что не разделять, да, вот это вот. И вот смотрите, в «ГОСТе-2018» термин «изображение» используется для ресурсов, там уже говорили, там изобразительные карты и все прочее, и для видеозаписи. То есть, если у нас идет видеозапись, мы в девятую область пишем вид содержания, и здесь он определяется как вид содержания, как изображение. Да, ну вот такая вещь есть. Объект материального мира. Ну да, возможно. Но создан он в даже не столько объекта материального мира, сама по себе и видеозапись, которая создана в цифровой среде, существует только вот так. Сменяешься, да, возможно. Вот поэтому и изображение, да, кстати, используется. А вот термин «музыка» – это девятая, Елена. Девятая область, последний вид содержания и средства доступа. Это вот записывается там. Поэтому, если у вас идет видеозапись чего-либо, просто видеозапись, которую мы смотрим, вот как наш первый пример, мы просто смотрели видеоролик. Вы можете, к чему я это говорю, да, упрощайте. И студенту, например, в своем списке источников нужно указать вид содержания, что это электронный ресурс, да, это не с пленки он смотрел, а не через диапроектор, для которых, кстати, тоже есть здесь определенные термины, а смотри, это видеозапись. Тогда можно написать изображение электронное, потому что оно воспроизводится через компьютер, хранится на компьютере, воспроизводится через компьютер, и он смотрел его непосредственно с монитора, да. Поэтому вот к чему я веду, да. Упрощаем. И как ему объяснить, что вот это вот, это мультимедийный ресурс, а вот это вот не мультимедийный ресурс. Вот если ты просто посмотрел видеозапись, пиши изображение электронное, да, средство доступа электронное, если ты смотрел его с компьютера. По пению, пение, вокал, не-не-не-не-не, пение и вокал – это не устная речь, точно, Людмила. Вот мы дошли как раз до музыки. Термин музыка – это ресурс, который… Здесь два варианта. Это может быть музыкальная аудиозапись, запись, да, запись концерта, оперы, студийные записи и так далее. Музыка исполняемая либо записанная, да, записанное вот это исполнение, трансляции и прочее, как в цифровом, так и в аналоговом форматах в виде вокальных, инструментальных, механических звуков, обладающих ритмом. Вот, в общем, вся музыка, которая со словами или без слов, это относится к разделу музыки. Туда же относятся, кстати, и ноты. Если горловое, то звуки. Ой, вот тут сейчас опять начнем спорить, да, горловое пение – это пение или это звуки? А ноты вообще записаны? Про это. С музыкальным оформлением записи радиоспектакля. Вот если записи радиоспектакля и это аудио, тогда у нас будет идти, смотрите, чего больше. Сейчас скажу, какие здесь есть еще маленькие хитрости для этой области. Опять же, по принципу упрощения для небиблиографов. Так, чтобы сильно не ошибаться, но в то же время и сильно здесь не умереть. Термин «устная речь» – это то, что выражается посредством голоса человека. Так, аудиокниги, записи радиопередач, рассказы устные и так далее. И постановки. Вот в «ГОСТе» написано. И постановки. То есть, если это театральная премьера, в которой может быть музыка, может быть пение, но основное – это все-таки устная речь. Это непосредственно идет диалоги-монологи. Тогда записывайте как устная речь и как театральная обстановка. Чуть дальше я вам сейчас скажу. Есть такие моменты в этой области, где мы можем что-то и опускать. Видеопесня, видеопение. Надеюсь, Евгений Широков, надеюсь, что изображение и, если по виду содержания, видеопение – это изображение и музыка. А вот по этому самому здесь, да, видео. Скорее всего, видео. И смотрите. Кстати, по поводу видео, аудио или что-то. По средствам доступа. По средствам доступа здесь вот такая история. Если видео... Сейчас посмотрим. Термин «аудио» используется для ресурсов, содержание которых доступно с помощью звукопроигрывающих устройств. То есть я могу это воспроизвести с помощью, например, плеера. Производящего, да, проигрывателя, чего-то еще. Термин «видео» используется для ресурсов, содержание которых доступно с помощью видеопроигрывающих устройств. Те же самые, там, видеоплееры и прочее. Без всяких расчленений непонятно, кому нужно. Евгений, вопрос. Ну, раз уж увели, то тогда. А вот термин «электронная», да, есть еще термин «проекционная». Это содержание для ресурсов, содержание которых можно воспроизвести с помощью только... Ну, диафильма, например, с помощью диапроектора. А вот термин «электронная», вот здесь, смотрите, пункт 5, 10, 8, 10. Смотрите, какая здесь есть хитрость. Это термин «электронная» используют для ресурсов, содержание которых доступно с помощью компьютера. Вот та видеозапись, которая видеоролик, которая у нас существует. Да, вот то же самое, что мы с вами смотрели. Он со звуком, он с видео. Мы отдельно его на аудиоплеере сможем воспроизвести? Нет. А отдельно на видеоприставке? Нет. Нам его надо бы переработать, да, как-то записывать, что-то с ним еще технически делать. А вот на компьютере вполне. Смотрим с компьютера, воспроизводим с компьютера, записывайте электроны, не мучайтесь. Не мучайте своих несчастных студентов, учеников и преподавателей. Аудио, видео и то и другое. Если это видеоролик, который лежит на сайте, мы его как увидели? Зайдя через компьютер или через ноутбук, или по мобильному устройству, через телефон, но опять же, с использованием сети интернет. Пишите электроны, электронное устройство. Пишите электроны. Если видеоролик, мы пишем изображение, движущееся двухмерное, а может быть и трехмерное, видео или изображение электронное. Вот Мария Кузнецова. Я бы второй вариант выбрала. Знаете, опять же, смотря для чего мы составляем библиографическое описание. Опять же, у нас все-таки немножко специфика наших вебинаров не в сторону профессионального библиографического описания и каталогизации, а в сторону все-таки для небиблиографов. Для небиблиографа достаточное изображение электронное. Что это вот видеозапись, пиши вот там. Если у тебя аудиофайл, пиши, что там. Какой аудиофайл? Там рассказывают или там поют? Если там только песни, музыка электронная. Ты его откуда? Из Яндекс.Песни слушал? Вот пиши электронно. Делайте проще. Ссылка на нечто на сайте. Может быть, кассета? Да, может быть, кассета, может быть, диск и может быть ссылка на нечто на сайте. Если кассета, диск, тогда это нужно указывать. Это все-таки не электронный вариант. И ссылка на нечто на сайте. Ну, вот да. В каком Ольга Веселова вид содержания условно обязательно? В каком случае его надо указывать обязательно? Вот, знаете, когда часто его вставляют и просят указывать, когда в списке источников... Это не частый случай, но может быть. В списке источников, когда мы пользовались... А сейчас это все чаще и чаще, кстати, происходит, и, наверное, дальше будет по нарастающей идти. Ссылаемся на видеолекцию какого-то профессора. Да, мы не просто пишем видеоролик. Это же не видеоролик, это видеолекция. Ну, вот, а в текстовом варианте этого нет. В научных изданиях, да, сразу скажу, такие вещи не поощряются, не приветствуются. Особо сильно пока еще. Но все больше и больше вот такие новые средства входят, новые источники входят в нашу жизнь, поэтому, наверное, будет все-таки нарастать. Поэтому по тому же самому принципу, если есть это в нашем списке источников, и этих источников у нас меньшинство, а как правило так оно и есть, тогда лучше указать, что это такое хотя бы. И если необходимо это указывать, что вот это мы можем посмотреть только с помощью патефона прослушать, и больше никак. Аудиокнига может быть, а может быть на магнитной кассете. Да. А, вот мы и пишем. Если это в электронном формате, то одно. Если это на магнитофонной кассете, то это другое. Вот тогда у нас вид содержания и средства доступа дают нам понимание, что это за книга, где мы ее увидели, где мы ее читали, да и где она находится. По, как определить, вот не с двухмерными, трехмерными изображениями, коллеги, не замучивайте несчастных, несчастных студентов и преподавателей. Потому что, смотрите, вот оно, вот эта вот часть, то, что у нас в круглых скубочках записывается, это вообще элемент факультативный. И если вот это, например, и вот это, или вот это и вот это мы можем указать, да, основной вид содержания и средства доступа к нему, то то, что в круглых скубочках, все хочу сказать, в квадратных, двумерная, движущаяся, недвижущаяся, графическая, не графическая, можно не указать. Это элемент факультативный. Характеристика вида содержания, элемент факультативный. То есть его мы даже в расширенном описании можем опустить. Опускайте, не мучайте преподавателей и студентов. Потому что мы сами-то библиографы и библиотекари на этой почве доходят до столкновения, а что же говорить о небиблиографах. Поэтому, вот как определить, с этим все мучаются, Светлана Субытина. Их категория нужен, пока его еще нет. Поэтому как можно более просто. И вот смотрите, какая вещь. Для средств есть несколько волшебных пунктов в гости, которые могут помочь нам сократить наши мучения. Так, вопрос вижу. Нет ясности по поводу аудиокниги в электронном аналоговом формате, если мы пишем устная речь аудио. Если в электронном формате, и мы можем эту книгу прослушать с компьютера, тогда пишите электронно. Если это аналоговый формат, и мы можем прослушать ее только через средства аудиозаписи, тогда пишите аудио. Если мы с компьютера... В общем, все, что мы можем посмотреть, послушать с компьютера, пишите просто электронно. Опять же, для небиблиографов. Вот как им объяснить. Вот с компьютера воспроизводится, пиши электронно, можно посмотреть, послушать и так далее. Если это вот электронная аудиокнига, и мы ее можем... Да. Тогда будет так. Устная речь электронная. Если с помощью наушников и через какой-то проигрыватель или аудиоплеер, да, там с кассеты, то тогда аудио или с диска, тогда пишем аудио. Но у вас это найдет отражение и в самом описании, когда мы пишем про... Если он на диске или на кассете, мы же его описываем как локальный ресурс и перед URL уже не будет. Будет у нас... Не будет в том случае, если мы не можем это вставить в компьютер. Если это с диска и как режим доступа, там же мы указываем это. Один CD-диск, два CD-диска. Тогда будет, да. Цифровая запись. А, ну если... Да. Ну да. Про то же самое. Если просто аудио, то непонятно. Но мы же... Кассета это или что? Это мы в самом описании уже указываем. Один CD-диск или две кассеты. Там, где у нас заменяет эта область физической характеристики, мы же указываем это. В необходимых системных требованиях, что нам необходимо для прослушивания. И тогда уже из самого описания станет понятно, это у нас CD-диск или у нас это кассета. Магнитофонная. Не знаю. Есть ли магнитофонное количество бобин? Аналоговое аудио. Что нам там нужно будет. И вот смотрите. Для ресурса есть такая маленькая хитрость. Для ресурса, содержание которого не может быть выражено ни одним из вышеперечисленных терминов, а вдруг такое происходит, можно заменять словами другой вид содержания. И для ресурса, вот это то, что мы с чего и начали, про мультимедиа. Смешанное содержание которого может быть выражено тремя и более терминами приводит обозначение разной виды содержания. То есть вместо текст-изображения, устная речь, что-то еще, звуки природы и движения, мы можем написать разные виды содержания. То есть в нашем уже примере из таблички, почему у нас и то, и другое мы используем. Уже есть три термина, мы уже спокойно можем писать разные виды содержания. В том, что определяется как мультимедиа ресурс, если у нас три и больше термина встречается, и текст, и изображение, и устная речь, и все это там присутствует, то мы можем писать разные виды содержания. Проще? Проще. Для ресурсов, средства доступа, которому также нельзя обозначить выше приведенными терминами, приведенными в ГОСТе, тоже можно по аналогии использовать обозначение другое средство доступа. Вот вам, пожалуйста, а что с магнитофонами делает, да? Или с чем там еще? А если не подходит? И для ресурсов со смешанными средствами доступа то же самое. Если нужно несколько нам оборудований, тогда пишем разные виды, разные средства доступа. То есть ровно так же по аналогии со средством вида. с видом содержания. Пытаюсь, для чего все это было? Евгений Хижняк, пользователям это не надо, цапаются в определении. Честно скажу, тоже не знаю, зачем это надо было, но раз уж увели, будем пытаться разобраться, что уж с этим делать, раз уж уведено. Кстати, вот коллеги, применимайте участие в общественном обсуждении нового ГОСТа по ссылкам на электронные ресурсы, который сейчас идет, он идет до 1 марта, у нас еще неделя есть, с тем, чтобы задать вопросы и чтобы потом меньше нам переживать. Пока принимаются жалобы, предложения и комментарии, то вот, вот, вот. Новый делают по, это будет ГОСТ на ссылки, понимаете, здесь вот какая штука-то может быть, да, ГОСТ 2018 по библиографическим описаниям, а принимается новый ГОСТ по ссылкам взамен того старого 2001 года, и чтобы у нас еще с 18-м годом накладок не происходило, поэтому вот, да, может не стоит разбираться, нет, ну, вот это новые и есть, нам с ним жить, а потом еще новые добавятся, еще и с тем будем разбираться. По, так вот, смотрите, если у нас мультимедийный ресурс, мы его определяем как мультимедийный, у нас чаще всего как раз больше трех видов содержания там и присутствует, если есть еще интерактивность и она ведет на другие медиа, и они взаимосвязаны и воспринимаются как единое целое, как части одного единого ресурса, вот нельзя их разорвать, тогда пропадет весь смысл, то тогда мы можем писать вот эту вот простую фразу, разные виды содержания, разные там средства доступа или одно средство доступа, но разные виды содержания. Поэтому вот для этого нам и важно понимать у нас ресурс мультимедийный или не мультимедийный, или как только мы видим интерактивный мультимедийный ресурс, сразу смотрите, можем ли мы вот это вот из-за чего сейчас у нас такая рефлексия пошла в чате заменить на простую фразу, разные виды содержания или там разные средства доступа, если, ну это реже встречается, чаще всего разные виды содержания, вот такая вот маленькая хитрость. И вот смотрите, мультимедия или электронный ресурс, мы можем описать презентацию, например, вот у нас есть презентация, она выложена на сайте, там есть только иллюстрированный рецепт приготовления, да, там какого-то блюда, картинка, немножко текста, это идет как презентация, она представлена, вот мы тоже только можем листать эти слайды. И есть второй ресурс, это тоже презентация, но презентация озвученная, есть аудиофайл, есть текст сопроводительный к иллюстрациям, есть графическое представление, есть сама презентация, которую можно поистать. Вот я вам даже этот ресурс покажу, кстати, вот этот ресурс для создания таких презентаций, возьмите, можете взять себе на заметку, потом посмотреть. он не так часто про него рассказывают в разных инструментарных вебинарах и курсах, а он достаточно интересный, 3dia.ru. И вот смотрите, у нас есть, мы можем листать презентацию, мы можем смотреть слайды, которые у нас есть, да, у нас есть видео, аудио, вот он, звук, и у нас есть текст, то есть смотрите, у нас уже несколько видов, несколько видов медиа здесь присутствуют, у нас присутствует изображение, у нас присутствует текст, как минимум 3, да, и у нас есть отдельный аудиофайл. Вот это все по отдельности существует, вот они вынесены, то, что говорили, субтитры вынесены, да, вынесены субтитры, плюс еще есть интерактивность. Мы можем перемещаться как здесь, да, по презентации, так и, например, вот здесь мы можем прям вообще перескакивать, смотреть, и он еще нам подкрашивает тот кусочек, который сейчас звучит в аудиоформате, чтобы удобнее было читать. Мы можем отключить аудио, мы тогда будем просто смотреть презентацию, да, и читать текст. Мы можем не смотреть картинки, мы можем просто ограничиться чтением самого текста. мы можем вот с этим ресурсом по-разному управлять. Вот это точно мультимедийный ресурс. Вот смотрите, здесь уже есть, вот тогда в девятой области мы можем писать чего? Разные виды содержания, да, и не мучиться. Какое здесь изображение? Двухмерное, трехмерное, одномерное, что там вообще? Но ресурс сам по себе очень интересный. Ссылку на этот ресурс, да, я вам дам. Вот здесь он очень быстро делается, вы просто закладываете туда текст, вы просто свои картинки вставляете, и он вам его сам будет озвучивать. Или там наоборот, по-моему, озвучка превращается в текст, в общем, там вот это автоматически делается. Быстро и просто. Я вам даже больше того дам, сейчас я вам покажу, есть. Вот это точно мультимедийный ресурс. И делать просто, сейчас вам еще одну вещь покажу из этого же ресурса. Вот, как создать мультимедийные подкасты. Вот смотрите, они так и называются, те ресурсы, те продукты, которые создаются на этом сайте Тредя, они так и называются мультимедийные подкасты. Здесь нет видео, здесь видео-сопровождение, здесь есть аудио, озвучка своей презентации. Как это сделать, вот я вам даже ссылочку дам, здесь очень хорошо Валерий Николаевич Платонов рассказывает про то, как вот, на примере, как он создавал ресурс, как это просто легко сделать, вот прям все с картинками, можно будет по этой ссылочке перейти, потом посмотреть. Да, и смотрите, вся информация для того, чтобы оформить описание на этот ресурс у нас есть. Во-первых, уже есть определение, что это мультимедийный подкаст. Мы можем использовать изображение, видео можно или нельзя вставлять, я не знаю, не пробовала еще. Есть текст, причем, смотрите, есть разбивка, очень удобная вещь для навигации и для составления библиографического описания. Если мы ссылаемся, вот у нас был вопрос на фрагмент какого-то текста, на фрагмент чего-либо, здесь уже есть, мы можем сразу указать время звучания, время воспроизведения, и вот оно уже, оно уже расписано, это автоматически оно уже расписывается. И вот также время звучания можно брать вот отсюда, вот здесь тоже есть шкала со временем для аудиофайла, и мы можем ссылаться и на картинку, вот они слайды, и на какое-то время звучания, например, устной речи. Очень удобно устроено и очень удобно здесь по вот такого рода ресурсам делать библиографические описания, если нам нужно сослаться на какой-то фрагмент. Ну и плюс все здесь есть, здесь есть дата создания, здесь есть указания автора, правда авторы иногда указывают просто свое имя или там какой-нибудь ник, ну вот как есть, так есть, но все-таки. Можно посмотреть описание и взять информацию еще оттуда, описание этого ресурса. И вот очень такая удобная вещь. И как я вам обещала, ссылку на вот этот вот инструмент. Сейчас уже заканчиваем. Светлана скоро у нас уже заканчивает. И вот по описаниям ресурсов, смотрите, в принципе они похожи на, здесь мы делаем описание на презентацию, как на электронный ресурс. В первом случае в сведении об ответственности второе заглавие мы выносим. По новому ГОСТу указываем презентацию. Здесь нигде не было написано, что это презентация, поэтому берем в квадратные скобки. Текст изображения электронные. Электронные. Да, здесь есть текст, здесь есть изображение, они равнозначные, в принципе, поэтому записываем и то, и другое. Инфоурок. Откуда взят источник. Это составная часть этого сайта. И ссылку на адрес. И обязательно дата обращения. Здесь мы можем, указываем автора, пишем мультимедийный подкаст, так как здесь можно и без квадратных скобок обойтись, потому что это, в принципе, все мультимедийные подкасты. Но мы это сформулировали сами, в названии этого не было, этого ресурса написано. Тогда можно писать в квадратных скобках. Откуда взята ссылка и дата создания у нас есть, мы ее здесь тоже можем указать. По аналогии, как с публикациями в электронных изданиях, дата публикации, дата создания этого мультимедийного подкаста мы тоже можем сюда указывать. Ну и дату обращения обязательно. Так же, как для всех электронных ресурсов, потому что они тоже электронные ресурсы. Можно ли ссылаться на концерт классической музыки, который транслировался, но не записан? Вы были в зале, можете ссылаться на него. Ольга Рафаломеева, если вы были в зале и ссылаться на него, то вообще хорошо бы правило узнать. А запись в зале можно вести. А так сослаться. Я ходила на концерт вот такой музыки, но это не для научных публикаций и не для указания здесь, если самой записи-то не существует. На фрагмент. Вот как можно сослаться здесь, как сделать описание здесь, как можно сделать описание здесь. В принципе, они похожи. Здесь мы только указываем, что мультимедийный подкаст. Здесь пишем разные виды содержания. Чего еще у нас здесь не хватает? Средства доступа электронные. И в фрагмент мультимедиа ресурса. Вот смотрите. Мы можем ссылаться на фрагменты различных ресурсов. Сайт, да. Совершенно верно. Сайт через двоеточие. Это где? Подождите. Где у нас сайт через двоеточие? Да. Ну вот здесь трейдер.ру, да? Давайте мы его сейчас сразу и попробуем поправить. Так. Так. Ага, вот здесь, где трейдер.ру, да, вот сюда мы и ставим две точки. Деленые пробелами. Да, спасибо. Точно. Точно есть такое. Так. И, 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 и. Возвращаясь к нашим... Да, вот здесь двоеточие и сайт в квадратных скобках. И здесь, да, и вот здесь также мы его, да, да, давайте сейчас тоже поправим. Вот здесь трейдер.ру, да, вот. Вот теперь у нас все точно будет. Точно. Так. И смотрите, ссылаться на... Да, что ж такое? Ссылаться на фрагмент. Ссылаться на фрагмент ресурса. Можно, даже в новом госте сейчас есть такое указание, пока не вступил в проекте нового госта, мы уже можем это использовать, если у нас есть, как в первом варианте, например, нумерация слайдов. Мы ее можем определить. Ссылаемся на какой-то конкретный слайд. Можно это делать вот таким вот образом. Указывать, на какой слайд мы ссылаемся. И в нашем мультимеди... Не-не-не, просто Павел, я даже знаю, какой, но фамилию говорить не буду, потому что это мое подозрение, кто это может быть. У автора я не спросила разрешения на воспроизведение его фамилии в нашем вебинаре. Ну, вообще, вот как есть, так записано. Сюда надо было бы написать, в общем-то, с фамилией. Спрошу разрешения автора, тогда запишу. В конце... Есть, да. Здесь у нас идет... Здесь идет время воспроизведения. Вот оно. Да, вот сюда мы его воспроизводим. Ссылаемся на конкретный фрагмент, например, аудиозаписи, мы воспроизводим точно, как она звучала. Ну, поэтому второй ресурс, он удобнее, там уже вот эти точки, они приведены. Разные виды содержания. Почему здесь сюда отнесли, сюда? Да, вот отсюда мы его перемещаем сюда. Да, это из задания, не успела вам его дать, вы уже на него ответили. Потому что оно касается вот этой презентации, а на самом ресурсе, инфоурок, много чего еще может быть. Значит, вот здесь у нас разные виды содержания. Мы еще и в наш вот этот мультимедийный подкаст, вот сюда нужно было бы нам его и переместить. Электронные курсы. То же самое. В электронных курсах мы имеем дело чаще всего с мультимедиа. Вот тот же самый пример, как мы видели с нашей презентацией. Есть видео, видео с титрами, есть тексты самой лекции, воспроизводятся опять же с разбивкой, с хронометражом по минутам. И если у нас еще есть различные графические изображения, картинки, вот у нас уже опять получается три вида ресурса, опять же мультимедийный ресурс. Да. После слайда. Точно. Пробел обязательно. И описание на электронный ресурс мы даем целиком, поэтому у нас разные виды содержания перемещаются сюда. И вот здесь у нас, смотрите, мы на часть электроновая, на фрагмент овале, у нас получается аналитическое описание или описание составной части ресурса. Сам сайт может содержать разные совершенно, ну так же как сборник или журнал может содержать разные статьи, да, и могут быть разные виды содержания, могут быть разные, ну средства доступа будет то же самое, вот виды содержания могут быть разные. Там может быть просто текст, могут быть статьи размещены на этом сайте. Поэтому мы размещаем перед двумя косыми чертами то, что относится к этой части. То же самое мы должны были сделать здесь, переместить вот эти разные виды содержания вот сюда, перед сведениями об ответственности и перед идентифицирующим ресурсом. Павел Калиников был на видео. Не, Евгений, там Павла Юрьевича точно не было. И вот здесь в примере, по крайней мере, вот это мы должны были бы переместить вот сюда. И слайд 6, да, вот здесь слайд, так же как страница, слайд, точка, и здесь у нас должен быть пробел. Не успели мы с вами задание сделать, но коллеги нас опередили и выполнили задание, выполнив за нас с вами часть работы. И по описанию на электронный ресурс. Вот, здесь автор, заглавие. Мультимедийный электронный курс. Это курс. Мы его приводим в квадратных скупках, потому что это мы определили, исходя из самого ресурса. Да, где он находится? Вот. Режим доступа здесь указываем. Режим доступа мы здесь указываем. Для зарегистрированных слушателей курса нужно зарегистрироваться на курс, он бесплатный, но только тогда нам станет доступна эта информация и приводим уру. Разные виды содержания электроны. Это относится ко всему курсу, поэтому у нас перемещается в конец. Ольга, по правилам дела производства до двоеточений должно быть пробел. Это не грамматический знак. Вот этот знак – это библиографический знак, так называемые знаки предписанной пунктуации. Он отделяет разные области элементы библиографического описания. Вот это основное заглавие, а вот это у нас начинается. Сведения, относящиеся к заглавию. Поэтому их и отделяют. Договорились, что если это библиографический знак, они же совпадают по написанию. Их отделяют с двух сторон пробелами. И если мы видим такой знак, значит, это библиографический знак. Вот это тоже библиографический знак. Ольга, не, ни в коем случае. Это просто пример, который попался. Есть доступ к этому курсу, чтобы его всегда включить. Не, 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 ни в коем разе. Могу любой другой сайт. Вот если бы я поставила Директ Академия, точно бы сказали, а, скрытой рекламой занимайтесь. И в конце я вам... Вот, хороший вопрос у нас Марина Славева задает. А если мы описываем раздел из мультимедийного курса, то как его отражать в библиографическом описании? Как составную часть ресурса? Вот точно так же, как мы делаем описание составной части ресурса, глава книги, из книги, параграф, раздел. Что еще у нас может быть? Статья из сборника. Вот ровно так же мы делаем на элемент из электронного курса. На лекцию, на статью. Да, тут уже составная часть ресурса идет. И это как лекция, как составная часть ресурса, это один вариант. Можно дать ссылку на лекцию такая-то, урок такой-то, и дальше использовать вот это вот у нас как основной. Как будто это книга, да? И мы даем на часть этой книги составляемое описание. Вообще у нас следующий вебинар будет по составным частям ресурса, то, что раньше называлось аналитическим описанием. И вот это мы тогда в следующий раз, 3-го числа у нас будет вебинар, тогда мы на нем уже более подробно посмотрим. Есть еще один вариант. Нет, здесь как условие доступности. То есть требуется, требуется, доступ указывается до URL. И некоторые примеры описания электронных ресурсов я вам здесь привожу. Это наши коллеги составили. В принципе, здесь все у них правильно написано и достаточно подробно. Единственное, что вот YouTube.com, видеохостинговый сайт, можно не писать. Иногда пишут просто сайт YouTube. Или если этот художественный фильм выложен на каком-то канале, а скорее всего здесь канал киностудии Мосфильм, тогда можно написать, что это не просто с YouTube взято откуда-то, а что это официальный канал или канал киностудии Мосфильм на YouTube. То есть вот здесь вот можно записывать. Здесь такого жесткого требования, ограничений нет, но лучше написать, если это какой-то конкретный канал и на нем лежит эта запись, тогда лучше указать канал. Например, вебинар, там канал Директ Академии на YouTube. Тогда лучше так указывать на канал. Владельцы мне все-таки, все-таки это принадлежность какого-то конкретного канала. Особенно если о записях художественных фильмов идет речь. Ну вот примеры, коллеги, я вам здесь даю. Здесь у них очень хорошо расписано. Можно взять в качестве примеров, даже с удовольствием можно использовать. И немузыкальная запись сайта есть. Музыкальная звукозапись песни сайта рассматривается. Здесь ставится в... Звуки электронные здесь дописываются, рассматривается как составная часть как раз ресурса некого. Поэтому здесь записывается как маленький кусочек, который куда-то входит. Поэтому они ставят перед двумя косыми чертами. Вначале предложения. Елена Зонова не совсем поняла. Можно знаки припинания ставить в начале предложения. Это про что? Про какие знаки припинания? Где увидели? Напишите просто подробно. Ну вот, коллеги, мы с вами сегодня добрались до конца нашей встречи. На следующем вебинаре мы будем рассматривать описание составной части ресурса про наши электронные ресурсы, мультимедиа ресурсы, как сослаться на часть фильма, книги. Или вот именно про составные части и особенно про электронные курсы. Мы тогда уже на следующем занятии с вами и продолжим с этого, наверное, и начнем мы рассмотрим остальные варианты. Продолжение следует... ...